Сегодня ночью в Благовещенске выпал снег. Правда, осадки были локальными исключительно над главной городской площадью. То, что это было непогодное явление, а результат работы снежной пушки, поняли не все горожане. Агрегат выставили накануне поздно вечером, а к утру убрали. В ГСТК пояснили, работать пушка может при температуре не меньше 20 градусов мороза. Иначе качество снега будет плохим. Поэтому днем ее решили убирать с площади, а по ночам выставлять. Сегодня ночью она отработала в тестовом режиме. Изготовили мы порядка 20 кубов снега. На день мы ее убираем для профилактики, заводим в теплое место, обогреваем пушками, греем кондиционеры, снимаем лед, нарост и готовим. И опять будем ночь запускать. В ночном режиме агрегат будет работать еще как минимум 10 дней, пока в городе не установятся более низкие дневные температуры. А пока на площади укатывают снежную подушку. Она должна быть не меньше 20 сантиметров. Всего же на возведение городка уйдет более тысячи кубов снега. Этого хватит и на коробку для катка, и на все фигуры. Их в этом году вылепят с героев Союзмультфильма. Уже пролепливаются скульптуры, уже все готовится к Новому году. Готовить эскизы будущих снежных и ледовых фигур художник Алексей Сидоров начал еще месяц назад. 25 выполнят изо льда. Среди них принцесса прекрасная и ужасная, кот матроскин и современные фиксики. Снежных фигур будет меньше всего 10. В том числе львенок и черепаха и барон Мюнхгаузен верхом на ядре. А изюминкой городка станут Дед Мороз и Снегурочка. Их роли исполнят заяц и волк из Ну погоди. Размеры разные есть. От двухметровых до трех и до семи даже метровых есть фигуры. Горки особенно. Они очень высокие. Ограждение тоже там будет фигурное, прорезное, красивое. В этом году оно уменьшено по высоте на полметра, где-то на метр для лучшего просмотра городка. В этой же стилистике скульпторы сделают и девять горок. К строительству городка они приступят 1 декабря. На то, чтобы воплотить в жизнь все задуманное, у мастеров всего 25 дней.